Всем привет! С вами Юлия Кудрявцева с итогами недели на Луки.ру! В понедельник 9 июля Великие Луки прощались с 14 паломниками, погибшими в страшной аварии по Черниговым на Украине. В этот день на площади у Свято-Вознесенского собора собрались не только родные и близкие погибших, но и представители духовенства, первые лица города и области, а также около тысячи великолучан, которые восприняли это происшествие как личную трагедию, глубоко соболезная родственникам и друзьям своих земляков. Три дня с 9 по 11 июля были объявлены траурными. 10 июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства об оказании помощи пострадавшим и членам семьи погибших великолучан. Так, пострадавшие с тяжелыми и средними травмами получат по 400 тысяч рублей, с легкими ранениями по 200 тысяч рублей, а семьи погибших по миллиону рублей. Еще по миллиону рублей получат семьи погибших в аварии из областного бюджета. Таково решение губернатора Псковской области Андрея Турчука. Добавлю, что в четверг, 12 июля, умерла еще одна участница той поездки – Валентина Соколова. В Великих Луках прошло седьмое внеочередное заседание Великолугской городской думы. Пожалуй, главным итогом заседания стало досрочное прекращение депутатских полномочий Жанны Малышевой, которая отныне является депутатом Псковского областного собрания депутатов. А также перенос празднования Дня города Великие Луки с 14 июля на 1 сентября 2012 года. Причиной тому стали трагические события на Украине, унесшие жизни 15 великолучан. В ночь на 10 июля из дома номер 41 по улице Зверева поступил тревожный сигнал о пожаре на третьем этаже. Очевидцы увидели языки пламени, вырывающейся из окна. Прибывшие на место происшествия пожарные приняли решение эвакуировать жителей дома. В результате слаженных действий огнеборцев 20 человек было спасено. Подробнее об операции и виновнике опасного возгорания рассказала старший инспектор отдела надзорной деятельности по городу Великие Луки Любовь Серпилина. 10 июля ночью около 3 часов 20 минут произошел пожар по адресу улица Зверева 41. В комнате на третьем этаже проживал мужчина 1957 года рождения. Как он сам сказал, что он лег с непотушенной сигаретой. В результате пожара выгорела комната, повреждены оконные рамы, двери. Также закопчен общий этаж. Пожарными подразделениями было спасено 15 человек и эвакуированы из зоны задымления 3, 4 и 5 этажей 80 человек. Также спасением людей занимались граждане, которые проживали в данном жилом доме. В результате пожара были доставлены в детское отделение больницы, в отделение реанимации, две девочки 2011 года рождения. В настоящий момент дети выписаны из больницы, и здоровью ничего не угрожает. Кстати, уже совсем скоро, 18 июля, работники пожарного надзора отметят 85-летие службы. 13 июля руководитель городского эстрадно-симфонического оркестра и дирижер городского духового оркестра Александр Цветков отметил свое 75-летие. В музыкальную школу имени Мусоргского пришли его коллеги-друзья. Председатель комитета культуры Валентина Зандер, директор драматического театра Жанна Малышева и другие. Среди гостей Александра Ивановича был и известный композитор-песенник, аранжировщик студии звукозаписи «Гамма» Альвина Степляускас. Вот что он сказал о юбиляре. 1976 год, первая поездка творческого коллектива в Финляндию. Александр Иванович руководитель этой группы, и мы, молодые музыканты, вместе поехали. Это был первый выезд наш творческий, мы давали концерты. Вот так произошло мое знакомство с Александром Ивановичем. Ну, считайте, 1976 год, сегодня у нас 2012, вот столько лет мы знакомы. Александр Иванович, это пример, на мой взгляд, стабильности творческого долголетия. И мне хотелось бы пожелать и в дальнейшем, чтобы он сохранял вот такой оптимизм свой светлый. И радовал нас своими творческими находками. Сам Александр Иванович рассказал Лукиру о своих коллегах и что значит для него оркестр. Вот с этим оркестром 20 лет. А вообще с оркестрами я всю жизнь занимаюсь. С 52-го года. И сначала мальчиком в оркестре играл, потом служил в армии. Ну, руководил оркестром. Всю жизнь руководил. Все подчинены одному интересу, как бы лучше выступить, подготовиться. То есть творчество. 7-го июля в датском Никебинге Александра Савинкова стала первой в стрельбе из блочного лука среди девушек. Подробнее о соревнованиях и своих впечатлениях рассказала Александра и ее тренера Виталий Андреев. Дойти было на самом деле сложно все-таки выступая за свою страну и это очень непросто. Но как-то у меня хороший тренер, он меня подготовил на самом деле и было не очень сложно выиграть это вернство. У меня в подгруппе было 21 человек, но сильных было немного, если так посмотреть. Ну, когда выходишь на самом деле на пьедестал, тебя награждают и играют твой гимн, ну, это счастье просто очень здорово. Это не первая наша европейская медаль, вот, и, надеюсь, не последняя. Также у нас и рекорды европейские, и мировые рекорды есть, и мировые медали есть, серебро и бронза. Нет, к сожалению, пока олимпийской. Ну, думаю, что к этому придем мы. Вот. Ну, по поводу этих событий, первое место Савинкова Александра. Ну, могу сказать, что девочка молодец. То есть, есть характер, есть воля в победе. Вот. И могу еще сказать, что последние два года у нас, ну, не было европейской медали золотой. Обычно у нас каждый год европейская медаль обязательно есть. Вот. Ну, к сожалению, последние два года их не было. Первенство России, чемпионаты России, это все у нас в достатке. На этой неделе в Тольятти завершился чемпионат России по велоспорту на шоссе среди инвалидов по слуху. В результате великолучанин Иван Макаров завоевал бронзовую медаль в спринте на 1000 метров, две серебряных медали в индивидуальной гонке на 20 километров и групповой гонке на 100 километров. И, наконец, золотую медаль чемпиона в гонке критериев на 20 километров. Таким образом, в копилке Ивана четыре награды, а впереди чемпионат Европы. Добавлю, что чемпиона тренирует Александр Филиппов. На этом все. С вами была Юлия Кудрявцева. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!